Всем привет, друзья! С вами Ченджер, и мы продолжаем играть упоротого консерватора в Urban Empire. Это второе прохождение. Кто не смотрел первое, посмотрите обязательно. Там было больше тупняка, потому что мы разбирались в игре, сейчас-то мы всё знаем. И мой прогноз, что мы не выиграем, потому что мы просто отвергаем прогресс, как последние дебилойды. Но давайте, сейчас идёт вторая эра, 1840 год. Мы построили театр в прошлой серии, в конце, который просадил нам месячный бюджет просто в ноль. Партия физиократов побеждает на выборах красавчики, поэтому это хороший повод повысить налоги, правильно ведь? Так, 29, 16, 16. Это плохо. Да, смотри, молодую Швейцалию мы просто... Их больше не существует, вот этому красавцу. Так, хорошо, давайте предложим налогообложение. Давай вот так. Они... Давайте уменьшим... Нет, не они... Хотя давайте уменьшим, у нас пока 600 тысяч нам достаточно. Давай не будем себе платить зарплату. Мария, против эти... Наши кореша-то против. Давайте просто хотя бы так, тысячу прибавим в год. Вот, 666 тысяч у нас было только что. Я хотел, чтобы так и осталось, но пока нам платят еще, поэтому ждем. Ждем, ждем, ждем. Электричество изучается. У нас крайне мало интеллектуального капитала, потому что мы просто отвергаем все, что связано с интеллектом. Но, как есть. Так, изменения финансирования. Погнали. Да, зарплату нам уменьшат. То есть, хотя бы какой-то плюс в бюджет. Но я надеюсь, император, если что, подкинет нам деньжат. Суки, смотри, что происходит. Мы им скажем. Я совсем не душка, вы же знаете. И вы тоже, ребятки. Вы совсем... Я совсем не душка, так что, блядь... Так, пацаны, давай. Ой. Большинство жителей согласны с этим. Конечно, ага. Большинство жителей согласны, блядь, платить налоги 0%. Вот это они согласны. А повышение налогов, они явно не согласны с этим. Так, ну прокатило. Смотрим. Есть. Вот так это делается. Сразу плюс. Так, 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 так. У нас что? У нас... Нам нужна желая площадь. Нам нужна желая площадь, поэтому мы уменьшаем вот это. Увеличиваем вот это. Это вот так. Это вот так. Бегунки эти не особо удобные. Пока вам хер, а не, как говорится, водопровод. Подожди, а где демократы? Или демократы все уже? Нет, еще демократы есть. У нас минус один везде, смотри. Молодой Швейцарии нет уже в парламенте. Успокойтесь, мне насрать, какой у меня рейтинг у них. Так, какая у меня репутация у молодой Швейцарии меня совершенно не интересует. Можете так им и передать. Так, так, ну пошло хотя бы в плюс. Акционерный опять, да? Смотри. Так, ну опять, давай... Опять мы выступим против. Просто мне интересно. Так, изменить район. Да, погнали. Изменяем район. Замечательно. Замечательно. Перестройка района прошла. Акционерное общество 10-9. Ну то есть, ну в принципе это логично. То есть постепенно это будет все опять снова возвращаться. И в какой-то момент мы просто не сможем никак отказаться от этого. Мне кажется, так это будет. Так, отсутствие наследника. Это печальная новость. Вы женаты на Марии уже много лет, однако она так и не родила вам наследника. Вы крайне обеспокоены сложившейся ситуации, ведь вам необходимо продолжить род фан Фильдсен. Вы не можете позволить себе остаться безбедным, но и развод для такого набожного католика, как вы, тоже невозможен. Она плохо старается. Да, обвинять жену во всем. Давай так, давай отправим ее на воду. Мне кажется, в те времена это было прям, да. Набраны очки для усиления мягкости. Ладно, пусть будет так. А можно посмотреть у нас что вообще? Нет, тут не показаны вот эти очки. Я бы посмотрел, что мы там хоть из себя представляем сейчас. Опять только минус. Суша, это как электричество. Мы не знаем точно, что это такое, но она способна осветить все вокруг. Да, да, возможно. Так, гидравлика. Гидравлика даст нам что ли? Парикмахерские. Старшая школа? Нет. Внутреннее сгорание, пожарная станция, автомобиль, телефон. Ну, давай, наверное, телефон. Представительские права, конечно, нет. Информационный прогресс, да. Гражданские права нет. Личная гигиена, да. Ух, да-да-да. В первом прохождении было прям такой сюрприз в одной из последних серий. Что раз, оказывается, у нас 2013 год, а мы не изучили личную гигиену, внезапно так. Запретить детям выполнять тяжелую работу. Нет. Смотри, все против. И демократы против. Поэтому мы скажем нет. Дети должны работать. Новые законы могут запретить детям младше 10 лет работать в тяжелых условиях. Издан шедевр русской литературы. Это война и мир. Возрождение древнего греческого спортивного состязания. Олимпийские игры. Да, замечательно. Так. Вот только я не понял. Там было написано, что... Это-то ладно. А здесь было написано, что они тоже ведь на кружочке были особо... Не особо-то за, а тут они как бы и за. Странно получается. Ну ладно, ладно, оставим это на совести разработчиков. Дела процветают аптека. Что-то, блядь, херово у вас процветает дела. Посмотри на мой бюджет. И глянь, опять у нас, сука, не хватает. Давай изменим район. Давай уменьшим, не вопрос. Давай увеличим. Вот так вот. Нам бы, конечно, накопить когда-нибудь на плотность достройки. Серьезно? Потратим лично и даже не будем их спрашивать, блядь. Они не хотят перестраивать район, который им вообще ничего не стоит. Как так-то? Дебилойды. Давай, давай, перестройка, проходи и покажи мне плюсик. Покажи мне зелененькие циферки. Я хочу зеленые цифры. Блядь. Так, город Кайзерхаффен теряет деньги ежедневно. Партия Старая, Швейцария предлагает увеличить налоги. Да, значительно, прям, значительно увеличим. Конечно. Я тогда сделал большую ошибку, что нажал немного, когда нам предлагали увеличить налоги для кого-то. Я по инерции нажал немного, но нам надо нажимать всегда значительно. Мы давим налогами граждан. Они не должны быть счастливы. У них не должно быть личностного роста. Они должны работать только для того, чтобы платить нам налоги. Изменение налогов, конечно, пройдет. Даже демократы склонились. То есть, большинство, все, студентота, у вас никаких шансов. Так. Давай. Ну. Блядь, смотри, все равно минус 15 тысяч. Как так? Минус 16. Хорош уже, а. Это, блядь, не серьезно. Так, нам нужны новые, новые площади. Площадя. Так. Жилье нам нужно. Ну, давай вот так сделаем. Я просто не знаю. Давай на максимум поставим. Это не вопрос. Да, блядь, я личные сбережения потрачу. Это какой-то бред. Пусть народ к нам приезжает. Пусть платят налоги, блядь. Мы уходим в минус. Так, партия физиократов побеждает. Это хорошо. Но у нас же просто не епись какой минус. Смотри-ка. Дети-то продолжат работать. Вот такой вот нежданчик. Дети-то продолжат работать. Даже десятилетки должны отрабатывать свой хлеб. Родители против закона о детском труде. Законопроект, предусматривший запрет детям младше десяти лет на работу в тяжелых условиях, был отклонен. Парламент проголосовал против принятия закона, значит дети и подростки по-прежнему смогут работать в карьерах и на заводах. Родители маленьких работников испытали облегчение. Что поделать, у нас нет выбора, заявила Люси Шорт, мать семилетнего Билли и двенадцатилетнего Бенджамина, работающих на фабрике. Лучше тяжело работать, чем умереть от голода. Молодец, мать, так и надо. Так, акционерные общества, прикинь, сейчас пройдут, да? Давай, ладно, то есть... Ну как я и думал, с какого-то момента-то нельзя будет отклонять уже. Ну и опять же, вот, от них только одни плюсы, я не вижу вот логики даже. Понятно, мы отыгрываем сейчас такое, но это, по сути, это бред. Зачем отклонять то, что тебе дает преимущество в игре, правильно ведь? Теперь станет бизнесменом, стать бизнесменом легко. О, знакомьтесь, акционерное общество с ограниченной ответственностью. Да, принят, приятно. Так, объединение немецких земель в одно государство. Паника фондового рынка, это плохо. Хорошо, что у нас есть по указам, кстати? Бесплатный У, какой бесплатный объездный транспорт, хорошая. У нас полнейшая жопа с налогами, с бюджетом, вы еще бесплатный транспорт хотите, блядь, нихера себе. Так, ограничение на утрепление алкоголя для студентов. Hope Mill дом для многих студентов, поэтому здесь часто проходят вечеринки и можно встретить пьяных студентов. Инициативная группа христианки за трезвостью обеспокоена тем, что молодые люди злоупотребляют алкоголем. Поэтому они хотят провести кампанию за трезвый образ жизни среди студентов. Группа просит вашей поддержки выделить. Давай прям поддержим. Охер. Телефон. Поскольку город подключен к национальной телефонной сети, вам придется решать, как город Кайзерсхаффен использует это преимущество. Вы позаботитесь о том, что это повысило безопасность образований, чтобы городские службы работали лучше. Вот так. Ух ты. Расход городского бюджета минус 25%. Серьезно? Так, 23 тысячи. Давайте прям смотреть. Блять, минус 25. Какой? Что происходит? Так. Теряет деньги. Партия предлагает увеличить налоги для студентов. Да, значительно. Конечно, нам нужно, блять, увеличивать налоги. Давайте еще увеличим налоги. Давайте делать что-то. Потому что... Вот, сука, опять начинается вторая эра. И опять у нас нет ни хера денег. Хотя до этого мы опять... Мы вот... Было купались в деньгах просто. Но я не пойму эту игру. А, пока мы ждем. Да, да. И то есть... Все, в принципе, нормально. Мы можем что еще? Коммерческие площади поменять. Ну, давай, если хотите. Мне не жалко. Давай вот так вот сделаем просто. Вообще по барабану. Да ладно, я, блять, личные сбережения потрачу. Буду я вас спрашивать. Так. Давай ждем. И, блять, минус 30. Ну, хотя бы немного улучшилось. Экономический кризис, да. Кайзерсхаффен тяжелой экономической ситуации. Если вы не предприняете мэра, это может поставить крест на вашей карьере мэра. Лично поедем. Два с половиной ляма. Красавчик. Красавчик. Голосование и изменение налогов. Да, но это, конечно, мы ничего не будем строить, пока нам надо сделать так, чтобы у нас было плюс. Положительный баланс, как говорится. А он никак не хочет наступать, поэтому мы быстро проявим все эти деньги. Давай налогообложение. А если вот так? Давай вот так сделаем. Конечно, выиграем. Давай еще повысим налоги. Просто что делать-то? Я бы построил новый район, но это пробьет нас бюджет еще ниже. Днище будет еще глубже, как говорится. Поэтому нет. Блять, ну это пиздец. Это пиздец. Это прямо вот напоминает первое прохождение. То есть это... Ну что такое-то? Давай. Это действительно так задумано, что во второй эре тебя просто драконят. Денег нет. Ты думаешь, ты паникуешь? Так, хорошо. Слегка улучшили ситуацию. Блять, ну что? Давай строить район. Просто вариантов-то нет. Давай как-нибудь... Недопустимая форма. Да, понятно. Это очень странный район. Я с вами совершенно согласен. Давай. Блять, все перекрутилось. Что происходит? Убери вот эту кнопочку. Ой-ой-ой-ой-ой, прямоугольничек. Давайте сделаем. Просто может новый район нам как-то оживит экономическую ситуацию, так сказать, благополучие принесет. Вот так, давай. Ёп твою мать. Ну давай, чё? Пока есть деньги, давай строить. Жилой квартал. Давай так, оставим всё, в принципе, нормально. Плотность застройки нам никак не поменять. Это без вариантов. Здесь тоже, извините, чуваки, тут уж без вариантов. Блять, электростанцию было бы хорошо, но 5 миллионов тоже очень неплохо. Нормальное голосование давай. Ха-ха-ха. Вот что значит большинство. Сколько там у них? 26, да. Ну 26 ещё не абсолютное большинство, но около дела. Давай, 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 давай. Чё там, чё там? 22 нормально. А по указам есть ещё что-нибудь полезное? Нет, это всё бесплатное. Засуньте себе в жопу. Пока у нас не до бесплатного ничего. Только за деньги. Платный проезд во всём, что только можно. Платный проход. Везде, где только можно. По улицам надо ходить только за деньги. А то, блядь, ходят, портят асфальт. Мы укладываем асфальт, а не его портят. Конечно, блядь, какой бюджет такой выдержит. Ну давай, чё, смотрим. Минус 45 тысяч. Это, конечно, риск был. Но а чё делать-то? Надо рисковать. Сука, вот строй. Чё вам не хватает, блядь? Жилые, в жилых площадях. Вот, пожалуйста, застройся. Ванны изобрели в 1850-м году, а телефоны в 1875-м. Другими словами, если вы жили в 1850-м, вам ещё 25 лет не нужно было вставать из ванны, чтобы ответить на телефоны из ванны. Да, такое было. Когда не было беспроводных телефонов. Да, да, такое бывало. Алюминий, гидравлика. Что тут? Гиена в операционных. Образец для подражания. Университет. Ммм. Динамит. Каменное покрытие, военная промышленность. Давай вот этот динамит будем изучать. Мы вроде как милитаристы. Так, ну пока... Блядь, мы уходим, уходим в минус. Прямо, опа, сейчас уже пошёл минус. Но пока хотя бы бюджет начинает потихонечку приходить в себя, да? Давай, пожалуйста, я не буду пока увеличивать налоги. А пора. Он перестал, перестал увеличиваться, сучки. Давай, погнали, чуваки. Пока у нас большинство в парламенте надо пользоваться. Давай прям вот так, риск, риск. Давай, чуваки. 11.8, я с вами переговорю, если вы, блядь, не проголосуете, как мне надо. Я вас, блядь, отмудохую. Вот опять же, блядь, голос... Не знаю, зачем вот это сделано? Вот это за блоки... Шантаж не работает ни хера. Голосуйте, блядь, за меня, а то я вам все в кости пересчитаю, как говорится. Так, так, так. Партия старая, Швейцария побеждает на выборах. Демократическая партия на втором месте, как так-то? Последняя Тасманика умерла, это тоже грустно. Первая женщина получила университетский диплом, только не в нашей стране. В нашей стране такой бред невозможен. Блядь, сколько вас опять-то? Почему вас так стало много внезапно? Партия 24, демократы 19. Ёб твою мать, куда я сунулся? И молодая Швейцария опять вернулась. Это вообще как так-то? До сих пор нет наследника. Как бы вы ни старались, ваш брак остается бездетным. Но вы никогда не сдаетесь. Если Мария не может родить вам ребенка, это сделает другая женщина. Как вы поступите? Ух. Нет, надо с женой. Она должна понимать. Набранные очки для усиления пессимизма. Вы предлагаете, чтобы другая женщина выносила вам ребенка, а Мария притворится его матерью. Однако ваше предложение кажется ей ужасным. Она отказывается. Но фон Фильдсен делает, что должен. И вы начинаете приготовление втайне от нее. Вот именно, блядь. Она знала, за кого выходила. Тут без вариантов. Так. Погнали. Давим налогами. У нас, правда, минус 7 тысяч. Уже, то есть плюс какой-то идет. Вернее, положительная динамика. Ну, давай. Есть. Вот. Вот чего я хотел. 50 тысяч плюсом. Сейчас все разъедутся из нашего города нахер. Так. Запретить детям выполнять тяжелую работу. Кто за, кто против. А по сути, все за. Тогда давай поддержать. Да, смотри, все за. Новые законы могут запретить детям младше 10 лет работать в тяжелых условиях. Ну, теперь все, собственно, понятно. Это тот же второй законопроект. Но выступать против него было бы глупо сейчас, потому что нам бы пришлось потратить все свои очки репутации, которые у нас, смотри-ка, плюс 2, и никто. Ну-ка, а что тут? Политическая победа. Нет нам друг народа. Индекс на стране должен быть ниже среднего. Народный избранник. Все понятно. Экономическая победа. Хорош. Да ладно, какая экономическая победа? О чем вы? Ладно, что вам. Ой-ой-ой-ой-ой. Я бы дожить до конца времен, а тут по такой-то игре, когда мы играем прям от мороженого. Меня больше всего беспокоит, что интеллектуальный капитал у нас очень слабый, а в этой игре главное развитие, по сути. Динамит. Альфред Нобель из Швеции соединил нитроглицерин с различными. Адсорбентами и стабилизаторами и получил динамит. Надежную и мощную взрывчатку. Очевидно, что это изобретение принесет много пользы, и городская администрация размышляет, каким образом его лучше применить. Военная промышленность, давай прям. Военная промышленность, будем. Мы милитаристы. Поддерживаем империю. Давим революции. Давайте копить кучу бабла, чтобы у нас прям было дохера его. И будем строить, наверное, вокзал. Пока все идет нормально. Пока есть прогресс, надо пользоваться. Давай, 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 давай. В принципе, смотри. Внезапно так поменялось. Вот это поворотец. То есть, теперь мы за, а демократы против. Логически это объяснить очень тяжело. Потому что демократы должны быть за отмену детского труда. В логике этой игры я могу объяснить это тем, что у нас очень плохая репутация у демократов. Но мы смотрим, у них плюс три. У нас у всех партий плюс. То есть, это они не голосуют даже против того, чисто из-за моего отношения к ним. Или давай вот прям, не знаю. Ну, блядь, да не буду. Пошли. Не хотят освобождать детей. Я им не начальник, короче. Скажем так. Я мэр. Я жестокий мэр. Они тоже херчу получат от меня больше. Вот так вот. Вот так я скажу, дорогие мои партии. А то, блядь, я слишком стал мягкотелым. Плюс три. Мы красавчики. Запрет тяжелого труда? Нет. Нет. И вот это вот самый парадокс этой игры. Консерваторы голосуют за отмену. И также молодая швейцария. Демократы голосуют против. Это просто пиздец какой-то, господа. Даже десятилетки должны отрабатывать свой хлеб. Родители против. Да, да. То есть, дети, я пытался вам помочь. Но никак. Бесплатный транспорт. Нет, нет. Нет, забудьте. Забудьте о бесплатном транспорте. Никакого бесплатного транспорта. Три миллиона. Три миллиона. Подожди, подожди. Что у нас есть? У нас есть электростанция за пять. Нет. Порт. И вокзал. Давай вокзал. Там развлечения прибавляется. Народ, видимо, любит ходить смотреть на поезда. Я люблю. Вернее, как я, конечно, не хожу смотреть на поезда. Но я люблю ездить на поездах. Мне нравится. Особенно на быстрых. На медленных нет. Совбодная демократическая партия побеждает на выборах. Каким, блядь, они образом могли победить на выборах, если они против отмены детского труда? Физиократы на втором месте. Это замечательно. Фестивальный театр открыт. Террамары и элегурийцы. Предки современных швейцарийцев. Прекрасно. Прекрасная новость. Вокзал. Вокзалу быть. Деньгам уменьшаться драматически. Просто сейчас прям. Ох. Два миллиона стоит, да? Да, прям ох. Два миллиона. Пожалуйста. И месячный бюджет. Так же двадцатник. Зато мы завершили победный этап. Мы прям движемся к экономической победе. Посмотрим, посмотрим, что к чему. С мира на земле одних добрых намерений мало. Да. Так и быть. Так, давай дальше. Что? Личная гигиена. Алюминий. Алюминий нам даст что? Повышает доходность некоторых отраслей промышленности. Давай некоторые улучшения вокзала. Давай нет, нет. Давай сначала изучим это, чтобы доходность повысилась. И потом, наверное, гидравлику. А в третьей эре пока ничего не можем изучать. Потому что нужен алюминий, личная гигиена и информационный прогресс. Хорошо. Что у нас есть из указов, которые поддержать изолирование асбестом? Бонус для здоровья. Больше продавать. Давай так. Мы, короче, будем... Нам насрать на здоровье граждан. Мы просто хотим больше денег. Вот такая вот у нас политика. Вокзал. Есть спортивный чемпионат. Через полгода будет проводиться спортивный чемпионат Швейцарии. Город Кайзерсхафен развивает спорт. В городе есть много превосходных атлетов, которые могут принять участие в состязании. Как город Кайзерсхафен поддержит своих спортсменов? 500 тысяч! Я за такие деньги сам бы стал спортсменом. Нет, конечно, блять. Идите нахер. Кайзерсхафен на Кубке Швейцарии по легкой атлетике. Городская команда приняла участие без поддержки города. Лучшие атлеты не смогли принять участие. А те, кто смог поехать, выступили средне. В любом случае, спортивные фанаты в восторге, что Кайзерсхафен представляет собственную команду. А, ну, то есть, наверное, нам было бы больше развлечений, прибавка. Ну, да ладно. Не, ну, 500 тысяч, это уж слишком. Цены, конечно, я и в первом прохождении говорил, цены в этой игре не слабые. Но, опять же, когда у нас будет 4-5 эра, мы будем просто купаться в деньгах и думать, куда, блять, их тратить. Изолирование асбестом, пожалуйста, изолируйте все, что хотите, хоть себе мозг изолируйте. Блять, у нас плюс 3. Вот, вот загадка. То есть, действительно, как я и предполагал, просто не надо вообще обращаться к партиям. Хер бы с ними. У нас будет хорошая репутация. И это замечательно, наверное, не знаю. Ждем, ждем, ждем. Так, 4 миллиона, 4 миллиона. И не пора ли нам построить что? Что, что, что? Порт, 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 порт. Подожди, а что еще есть, если, например, мы хотим изменить район? Плотность застройки будет плюс 75 в месяц. Это, блять, охуительно дорого. Полицейский участок, средняя школа, клиника. А клиника у нас есть ведь, да? Нет, это сквер, подожди. Это школа, да? Это театр. Это церковь. Вот это клиника, да, 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 подожди. Да, клиника есть, тогда не надо строить клинику. Или надо? Так, 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 подожди, подожди, изменить район. Сейчас, сейчас, сейчас. Полицейский участок, клиника, церковь, театр. Ммм, электростанция. Публичная библиотека. Давай вот публичную библиотеку построим. Чтобы люди просвещались, так сказать. Ну, вот где-нибудь вот здесь. Да. Она, конечно, тоже до хера стоит, но почему бы и нет. Пусть будет так. Заодно это улучшит окружение Хоуп-Милл, безмятежное место. В районе Хоуп-Милл очень редко происходит ограбление и нападение. Жители никогда не запирают двери и вообще очень доверчивы. Возможно, даже слишком. Нет, Кайзерс Хаффен, заебись город. Такой вариант ответа должен быть. Так, давай, библиотека. Я возлагаю на тебя большие надежды. Есть такая книга Чарльза Диккенса. Большие надежды. Очень хорошая. Если не читали, рекомендую. Так. Замечательно. Библиотека есть. Окружение. Есть. Тоже пошло в ноль. Опять минус 11, сучки. А, смотри, что происходит. Ты смотри, что происходит. Так, я даже не знаю, блядь. У нас опять, получается, перестройка района нужна, блядь. Я даже не знаю. Ну что? Рискнем плотность застройки и промзоны увеличить. Ну давай-ка. Это, конечно, риск. Причем большой риск. Ну давай посмотрим, что будет. Я к тому, что он стоит 75 потом в месяц. Мне кажется, хер мы отобьем это за счет застройки, что у нас будет столько жителей, и они будут платить столько налогов. Ну посмотрим. Давай. Нам инфраструктуру потом туда надо подводить тоже когда-нибудь. Алюминий. Французский ученый совершил историческое открытие и нашел дешевый способ производства алюминий. Городская администрация изучила вопрос и теперь рассматривает перспективы применения алюминия в различных областях. Пусть они уделяют особое внимание. Давай благоустройству парков, потому что у нас прям херово. Херово дело с парками и окружением. Изменить район. Да. Давай. То есть, смотри, плотность застройки мы повысим. И это прекрасно. Блядь, вот, 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 вот. Тихо, 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 тихо. Давай вот. Ну вот, сука, вот, как вот, блядь, использовать шпионаж? Как использовать шпионаж? Бесплатный? Нет, бесплатный. Ничего бесплатного в этом мире не бывает. Особенно, если я мэр. Так, а вот, ну вот, собственно, что и началось. Цена прогресса. Страшная трагедия в районе вокзал. Во время прокладки железнодорожного тоннеля случилась авария. Взрыв привел к гибели 14 строителей и еще десятки ранены. Как мэр вы должны немедленно что-то сделать. Вы решили выступить с речью. И почти джерф трагедии. Пообещать компенсации семьям погибших. Признать трагедию, ничего не обещать. Повысить, пообещать повысить безопасность труда. А можно несколько вариантов? Давай вот это. Потому что, ну, все-таки надо. А подожди, подожди, подожди. Как там сделать? Тихо, 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 тихо. Там были хорошие варианты. Блять, нет, смотри, а. Ну ладно, хотя бы мы порадовали немного. Немного порадовали наших жителей. Это тоже хорошо, правильно ведь? Так, партия старая Швейцария побеждает на выборах. Физиократы на втором месте. Ну, то есть, меняется только то, что, по сравнению с первым прохождением, что побеждают такие более консервативные партии. Подъем национализма в Швейцарии также. Это замечательно. Ладно, что у нас тут? Везде плюс три, ты смотри, мы просто красавцы. А там же в политической победе где-то надо. Мы в прямом эфире, это все херня. Улучшить вокзал, это все, это не проблема. Это тоже средняя репутация не менее шести. То есть, пока у нас партий не хватает, просто чтобы была репутация шесть. Ладно. Ладно, ладно, ладно. Посмотрим, посмотрим, что будет дальше. Указов у нас никаких нет. Если строить порт, он стоит 24 в месяц. 24 в месяц, это многовато. Чтобы кто не говорил, это через чур. И даже пока мы не вышли еще на прежний уровень. То есть, 27 у нас пока плюсом в месяц. Это тоже дохера поезд, поехал, нихера. То есть, ух, как хорошо, что вокзал тут находится теперь. Кто-то в прошлом прохождении, он находился в жопе мира, и мы не могли видеть. А сейчас-то мы видим, как поезда даже ездят. Проблемы с консерваторами. Как так? Свободная демократическая партия не любит консерваторов, потому что те мешают притворению в жизнь реформ, которые свободная демократическая партия находит необходимыми. Как вы поступите? Поддержать визиократов, конечно. Конечно, о чем вообще? Плюс пять у нас стало. Смотри-ка у них. А если мы просто, дайте мне посмотреть, построить порт. А где вот он будет? А, прям рядышком, да? Блять, давай построим порт. Хер бы с ним. Да. Давай построим порт. И на этом закончим эту серию. Я предлагаю так поступить. Поезд. А если приблизь, как он там? Паровоз, смотри-ка, паровоз. Поехал. Прям с двух сторон паровоз. Нихера ты прям... Это электричка прошлого века. Вообще так, по-моему, не делали. Хотя, не знаю. По-моему, паровозы просто передвигали на станциях конечных. Ну, из хвоста в начало. Потому что, мне кажется, это... По-моему, так не делали. Ну, не знаю. Я не... Железнодорожный эксперт. Так, есть. То есть... 60 лет алюминий был самым ценным веществом на свете. Пока один американский химик все не испортил. Хорошо. У нас есть улучшение вокзала. Так. Часовщик. Дальше что? В третьей эре мы уже можем исследовать электросеть системы охлаждения. Вот так внезапно. Интересный. Интересный поворот. Хм. Электросеть. А что во второй эре осталось? Личная гигиена. Эпидемиология. Семьи запретить контрацепцию. Ха-ха. Вот это раздоль это будет для наших консерваторов. Давай тогда пойдем на личную гигиену. А потом добровольное материнство. И запретим контрацепцию. Прямо... Ух. Вот это будет поворотец для наших граждан-то. Так. 5 тысяч в месяц. С плюсом. Это замечательно. Пока я предлагаю так все и оставить. У нас... Мы движемся к экономической победе. Серьезно. Невероятное процветание. Так. Королевская... А, вот это все мы тогда понятно. Ага. Ага. Политическая победа. Дела идут лучше, чем в первом прохождении. Прямо я поражен. Ну, правда, тогда я не уделял внимания финансам, а боролся в Сенате, в Совете города с политиками. Поэтому так. Ладно. Ну что ж, друзья. С вами был Ченджер. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Комментируйте. Увидимся в следующей серии. Пока. Продолжение следует...